Оказывается, самые злые насекомые считаются самыми полезными. Несмотря на развитие медицины высоких технологий, этот традиционный метод лечения не только не сдает своих позиций, но порой является единственной альтернативой при лечении некоторых заболеваний. В Рязани пчелоужаление практикуют в кардиологическом диспансере на протяжении 15 лет. При лечении таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нарушение ритма, но и при заболеваниях связано с другими органами и системами. То есть хронические заболевания легких, бронхиальная астма, заболевания опорно-двигательного аппарата или, как они сейчас еще называются, дорсопатии. То есть лечим остеохондроз, артрозы и острые травмы. По словам специалиста, укус пчелы снимает болевой синдром во много раз эффективнее, чем, например, обезболивающие препараты на основе опиума. Пчелиный яд оказывает, благодаря своему богатому белковому составу и ферментному, выражено противовоспалительное обезболивающее действие. Но если сравнить, например, пчелиный яд с анальгином, то он раз в 10 сильнее, чем анальгин. Поэтому ведутся работы по выделению определенного вещества белкового, который оказывает обезболивающий эффект. Очень хороший рано заживляющий эффект у пчелиного яда. Лечатся им трофические язвы, варикозная болезнь. Пчелиный яд разжижает кровь, нормализует артериальное давление, обладает выраженным противосклеротическим действием. Заставить пчелу вонзить свое жало проще простого. Когда ее берут пинцетом, она очень сердится и в порыве гнева впивается жалом в место, которому поставлено. Дотрагиваемся до кожи, пчела проводит укус или пчелу ужаление. При этом часть яда сразу выделяется в организм, а часть в течение 30 минут. Вся процедура занимает 30 минут. Сама пчела удаляется сразу, как только укол жалом сделан. Некоторое время оно продолжает работать, поставляя яд из резервуара в организм человека. Вот сама процедура проведена. Пчелку мы убираем, а жало остается в теле. Видите, она сокращается. Из резервуара выбрасывается апитоксин, который оказывает непосредственно лечебные действия. А сама пчела отправляется в емкость с надписью «Отработанные». После выполнения своей благородной миссии ей суждено погибнуть. Кстати, известен факт, что среди долгожителей пчеловоды составляют 80%, а пчелиный яд входил в состав эликсира молодости в Древней Индии. Алена Кукулева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Алена Кукулева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».